В День памяти и скорби в городском округе Люберцы состоялось еще одно важное событие. В поселке Томилино открыли постамент, посвященный участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Анатолию Лапсу. На торжественном мероприятии побывала съемочная группа нашего телеканала. С именем Анатолия Александровича Лапса в поселке Томилино связано многое. В его честь назван корпус 18-й гимназии, бывшая школа номер 14, в которой в свое время учился герой Советского Союза. Рядом с учебным заведением парк, который также носит его имя. Теперь о подвиге легендарного летчика-бомбардировщика будет напоминать и мемориальный камень, установленный здесь же. Анатолий Александрович ушел из жизни в 25 лет. Я так думаю, с колокольни взрослого человека это еще мальчишка. А война, как говорят ветераны, война очень быстро закаляет, люди очень быстро взрослеют, мудреют. И мы, конечно же, гордимся, что наш земляк Анатолий Александрович в свое время воевал с честью, погиб, к сожалению, удостоен звания Героя Советского Союза. И сегодня, я думаю, что абсолютно справедливо, что сегодня в этом месте мы открываем этот мемориал. На открытие мемориала пришли жители Томилино, представители ветеранских движений. Героического земляка некоторые из них видели лично. Я была совсем еще маленькая, когда Анатолий Александрович с мамой переехал сюда в Томилино. Я знаю, где он жил. Барак номер три. Бегали по поселку, ну, видели. Приезжал какой-то молодой человек к маме в форме. Ну, кто это был? Мы тоже ведь этого не знали в свое время. Началась Великая Отечественная война. Он ушел на фронт, а мама работала здесь, в одном из цехов, который делал лыжи для фронта. И я очень благодарна нашим депутатам, которые откликнулись на просьбу нашу Совета ветеранов и сделали такое прекрасное дело. Сразу после того, как с мемориала сняли белое полотно, памятник Анатолию Лапсу усыпали цветами. На гранитном камне табличка с портретом героя и изображением его боевой машины, на которой он совершил 184 успешных вылета.